Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир и мы продолжаем проходить незабываемость сага 2. Так, в прошлой серии у нас появился новый спутник Оли, пьяница редкостный, но не метает признатно. Куда мы уже продвинулись? Мы недалеко уже от Бинделя, хотя недалеко отошли от Ормуздаля. Надо отправляться в путь. Разведчик широкого оба истекает пальцем вдаль. Следуя в указанном направлении вы все отчетливо слышите при странный спор между двумя варввами. Допрыгался Ют, говорит варва с большим щитом и копьем. Давай продолжай, чтобы остальные начали тут крутится. Другой варва замечает вас, вежливо кивает и идет к вам, закинув на плечо топор. Не обращайте внимание на моего брата Ноки, он воин. Ноки подходит ближе и отодвигает его щитом в сторону. Ют, у варвов нет брать, и правильно говорить воин. Фолька смотрит на вас с веселым замешательством. Похоже, никто из воронов не знает как реагировать. Вы двое сбрендившие что ли? Не самое радушное приветствие, говорит Ноки, протягивая руку для рукопожатия. А если даже из брендели, добавляет Ют, делая шаг вперед и хлопая Ноки по руке, откуда нам знать? Ноки говорит, ну я это бы точно знал, Ют. Я же не ты, спектакль абсурда продолжается, большинство воронов уже откровенно хохочет. Не знаю зачем вы все это затеяли, но еды мы вам не дадим. Ют качает головой, нам не еда ведь нужна, правда Ноки? Ноки говорит, нет, нет, ну и да и нет. Ют соглашается, и да и нет точно, мы хотим быть с вами. Ноки перебивает, он хотел сказать за вас. Ют раздраженно хмурится. Ноки, мы будем биться за еду, мы с ними. Если заткнетесь, можете идти с нами. Спасибо вам, говорит Ноки, но Ют шлепает брата по губам. Наемники хрюкают, надавясь с семехом. Два вора зубами и ухмылками присоединяются в караван. Если бы еще хоть раз увидеть полет Ирнихс. Вот эта повозка, которую мы должны где-то там сбросить по дороге в воду. Помнишь, в последний раз, когда мы видели эту тварь? А, кровавый топор. А, вот она. Заткнись. Вот это Ирнис. Как думаешь, призрак этой мертвой птички простил тебе за то крыло? Спрашивает Спар. Остальные вороны, включая Фольку, удивленно приводят взгляд с расколотого идола на вас. Ага, протягивает старик. Мы были здесь лет сорок назад. На этом самом месте. Тогда нас было всего с десяток, и мы были вдвое лучше, чем все вы вместе взятые. Вороны ворчат, но продолжают слушать. Мы работали на Мудгена, или Мудгена. Ха, скорее Муделя, говорит он с горечью сплевывая. Он поручил нам разобраться с невыгоревшими у него темными делишками. Нас здесь окружили, и тут этот медведь будто свихнулся, схватил дерево, целое дерево, и давая ему размахивать. Спар надрывно кашляет, но продолжает. Чуть не пришиб нас всех, но старушка Ирнхс приняла удар на себя, и вот поглядите. Восхищенные вороны начинают задавать вопросы, но Спар с радостью отвечает за вас. Мы рассмотрим, как мы сильно повредили эту ситуацию. Вы остаетесь наедине с огромным медовым, кладете руку на сломанное крыло. Это была случайность, ты же знаешь. Вас переполняют стыд и ярость. А еще воспоминания о прекрасном полете Ирнхс. И ты умерла. От тебя осталась только эта каменюка. Обвиняйте вы богиню гневно тупой ногой. Ледяной нас крошится под ногами, и вы видите шкатулку, которую кто-то здесь оставил в дар божеству. Глупо оставлять что-то мертвецам, произносите вы. Немедленно открывая шкатулку, забирая небольшой предмет, лежащий внутри. Восток в трубке. Ну, хорошо. Слава. А что значит Слава? Ирнхс. Успять. А, нам Славу дали. А ну-ка, давайте я в лагере посмотрю, что вам там за предмет дали. Так, трубка. Три воли за отдых. Брони за отдых плюс одна воля. Можно будет отдать. Так, давай в путь. Нечего за... Отдыхать. Какой-то... Холод побирается под плащи. Горны жмутся друг к дружке под парелами ветра. За снежной плугой не видно даже черной гряды, чешуи и вирма, из-за чего приходится этот приказ остановиться на привал. Проснувшись, вы начинаете ходить жад-вперед, задумчиво постукивая пальцами по большой полоске. Ваше внимание привлекает какое-то движение среди лагеря. Подойдя ближе, вы слышите стоны и видите, как среди шкур мечется щит Фольки, а кто-то ее оприходует. Интересно. Люди, феркаете вы. Но щит откидывается, а из-под него на вас пристально смотрит не Фолька, а глыба солдат. Отшутнувшись, вы натыкаетесь на еще одну глыбу. Оглядываясь вокруг, вы видите полчища тел каменных успехов, отчаянно тянущихся к вам. А, с брендю. Когда топоры проходят сквозь глыб, встречая сопротивление, вы понимаете, что это сон. Накатывает уныние, будто вы всех подвели. Несколько воронов наблюдали за вами. Они тайком хихикали, но ваш рик заставляет их отвести взгляд. Вы решаете обойти лагерь, пока остальные просыпаются. Ни кто там поговорить не хочет. Кстати, а, там семерочка вроде бы была. Нужно семь славы, чтобы поднять уровень. Семь, девять. А это ну так вообще тринадцать, нашему говорю. Больверку. Никто тебя не услышит. Вы услышите грубый мужской голос, сопровождаемый смехом еще нескольких человек. Ваша внезапная остановка привлекает внимание фольки, которая немедленно дает сигнал воронам. Отряд немедленно переходит в боевую готовность. Выясните, в чем дело. За ближайшим холлом у сломанной повозки отряд из десяти изможденных на вид воинов и нескольких варвов окружил группу крестьян. Помогите, кричит одна из женщин. Но сильный удар в живот обрывает ее на полусловие. Воин поворачивается к вам, готовый к бою. Просто отдайте нам содержимое повозки. Ох, хрен. В атаку. Уверенность вожака отряда тает на глазах, будто первый снег, и отряд разбегается. Вы преследуете их, но вскоре возвращаетесь к крестьянам. Спасибо, говорит женщина, которую ударили. Меня зовут Сефа. Лучница. Понимаю, вам не нужны попутчики. Но если вы идете в сторону Бинделя, мы пошли бы и следом. Ладно, но ваша провизия теперь наша. Это плата за ваше спасение. Это плата за ваше спасение, говорите вы. Женщина, понимающая, кивает. К вашему удивлению, повозка почти пуста. Да. Мы пойдем чуть поодаль, говорит Сефа, но будем за вами поспевать. Вы с ворчанием уходите прочь. Припасы чуть-чуть. Понижено или повышено? Не заметим. Разведчики уходят посмотреть виднеющиеся впереди палатки. Беженцы из Ормсдаля. Говорит один из них о возвращении. Их много, но они кажутся довольно дисциплинированными. Они знают, что мы здесь, добавляет второй. Скрываться нет смысла. Может будет драка. Вы берете инициативу в свои руки и идете к палаткам. Вас приветствует человек в капюшоне и в руках. Он сжимает алоэ копье. Меня зовут Бак. А это Лофен. А вы болеварки из отряда воронов. И это ваша жена? Вы спущены как вопросом, так и тем, что рядом с этим человеком никого нет. Вы сбиты с толку нелепым вопросом и тем фактом, что никакого Лофна рядом не видно. Чего ты хочешь, Бак? Сразу к делу, да? Что ж, давай. Я веду большую группу тренированных бойцов и торговцев из Ормсдаля. Мы ищем новый дом. Мы делаем все, чтобы выжить, но люди перестают меня верить. Хочешь, чтобы мы помогли тебе их запугать? Нет. Я хочу, чтобы вдали дальше вывели нас куда-нибудь, где мы могли бы жить. Мы с Лофен не умеем заботиться о других. Что я получил взамен? Ну, мы вас не убьем. Бак улыбается, но он явно мне шутит. Хе-хе-хе-хе-хе. Мы поделимся с вами едой и будем сражаться бок о бок, если в том возникнет необходимость. Он замолкает и советуется своим копьем. А, а это копье его так звать? Лоф. Лофен. Делаю тебе одолжение ради Лофен. Мы еще раз трубим повсюду, какие вороны великие. Ну, ладно. Если хавчиком поделитесь, я не против. Мы возьмем вас до бинделя. Пак целует железные наконечник копья и улыбается. Премного благодарен. И Лофен вас тоже благодарит. Так. Воины получили. Предпасы получили. Вот ты какая метель. Сильный снегопад. Серьезное испытание для людей, четно пытающихся следовать по вашим огромным следам. По правде сказать, вы и сами не знаете, куда идете. Не видно низи. К тому же холодно. Мы были снежными. Там деревья. Пытается произнести фольк, показывая копьем в сторону. Он под полугом леса не так ветрено, но все равно ничего не видно. Делать нечего, и вы зарываете снег, завернувшись в медвежью шкуру. Тьма. Молния. Кто-то вытягивает энергию. Больно. Больверк, просыпайся. Медведь, чертов, грабит тебя. В зрелом стряхиваете полумертвую шапку засыпавшего у вас снега. Остатки ясного сна еще летают в голове. Бак показывает копье на восток. Те люди, которых ты спас, перебили охрану и забирают припасы. Какие люди. А-а-а-а. Где те беженцы? Уже через секунду к вам подлетает фолька. За ней следует копейщик. Вы несетесь к по заснеженному следу похитителей и попадаете прямиком в засаду, организованную разбойниками, напавшими на соплеменников Сефы. А-а-а. Сефа проворачивается к вам и подмельчивает. это те которые убежали сейчас постараемся их всех убить быстро воровать у воронов смертельная ошибка так хорошо воля плюс один у нас что это движение снижено я вообще ничего не вижу это кто бак копиносец налетчик ручник так где-то гнида тебя не вижу церковь все таки это она да вот она это наш предельный так понял это наш копиносец-толучница вот эту лучницу нужно завалить чей копиносица там мой копиносец хорошо так пятерочку мы здесь сбиваем давай слабое звено стандарт мой огромный блин не получилось наши лучницы атаковали да кто будет ходить вот этот хрен вот сюда он может дойти да вот сюда он может дойти да так копиносец можно ученицу достать можно от этого чувака достать кто будет ходить это ты так понимаю да не бьет в ученицу или может от этого такого чувака на шампур ну давай попробуем накаттак налвимо Можно силы убить им Как разница Так Можно подойти Нет, 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 Айси Это не наш, чувак, да? Мы дадим защиту нашему Да, вот так вот Поэтому сейчас силу усобьем О, бля Да, есть такой Боец Сейчас мы тебе силу Это немножко Выбьем Так, где-то она поставила Вовушку Я не вижу Где же имя? Зараза Капец Ну что, сбить ему защиту? Ну это же я достаю, да? Так, ага Ходит вот этот Хрен Этого можно сбить Или вот эту достать Или вот этого достать Капец Еще будем выходить Сбить хорошенько будет Да, ладно Сейчас я пока что стану Вот тут И добью вот этого Блин Ну, добьем тогда так Этого не жалко Чувакам Тут сейчас я зайду Вот этого достану Ну что себе сбила броньку? Я тебя сейчас собью Толщинцу надо мочить Так, это уже серьезно Ну да Так, это уже對 Так, это уже Что ты, блин, делаешь? Нормально так ему... ...влупил. Всё, с лучницей закончили. Давай-ка, ну, собьём броньку. Ну, это ты зря. Так, копейщик. Добить вот этого года? Копейщика. Вот так вот. Единичку сегодня снял. А я... Пока что собью вот эту броню. Блин, а кто вот этого атакует? Возможно, он уже вот этого был убивать. Сознай, конечно, таково делать. Так, и теперь я. Так, и теперь я. Я не знаю. Я не знаю. Так, и теперь я атакую. Так, и я стану пока тут подальше. И вот тут стану. Отлично. Развитие трёхорубер с ярком. Прикольно. Опять слава получили. За такое достижение. Припасы вернули. Сефа тяжело ранена. Она лежит в снегу и стонет. Вы кивком благодарите Фольку, которая сумела быстро обезвредить разбойницу-учницу. Вот и помогай после этого людям. Хватайте припасы и несите обратно в лагерь. Командуйте вы уроном, разваливая побочки на плечо. Так, а вот теперь мы можем качнуться хорошо так. Так. Качнуть бульварка. Так, Ольга, два минута. Ну ладно. Не отдыхай. Сюда. 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 Утатиль топоров. Сюда. Не знаю. Вот этот скальт. Есть от него определенная польза временами. Так, просим нашего бойца. Ярость медведя. Берсерк падает в ярость, обращая бегство на находящихся поблизости противников. Испуганные они получают штраф к защите на один. Так же Берсерк контратакует любого противника, который смеется напасть на него. Интересно. Интересно. А что, другого умения нельзя выбрать? Да. Так, что нам нужно поднять? Нам нужно поднять защиту, нам нужно поднять силу. Так. Так. Рекочнем Берси. Он слабоват немножко. Так. Ему надо поднять защиту. Давай подняем защиту. На максимум. Что, еще повышение есть? Ну, это уже девяточка. Так. Так, так, так. Бак. А этому что, можно повысить? Разбивание брони, думаю бы поднять. Но я, наверное, пока поднимлю. Насколько нет. Девять надо. Надо поднять. Давай Магуна. Так. Раскол брони поднимем к тебе. И поднимем к тебе защиту. Вот так. Так. И теперь можно вот эту фигню дать. Бульварку. Так. Что, отдохнуть? Денек. Ну, давай отдых. Так. И уходим. Сейчас опять мораль упадет. Биндель. Стоп, 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 стоп. Биндель, биндель, биндель. В биндель мы уже придем в следующую серию. А то, чувствую, там будет опять какая-то заваруха. Серия опять затянется где-то на час. Так что, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. До встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok